По поводу взаимоотношений Украины. Украина это братская нам страна, братский наш народ. Я считаю, что Россия, Украина и Белоруссия это часть триединной русской нации. То, что мы искусственным путем были разъедены последние 20 лет, это как раз желание наших мировых оппонентов, как сказать, ослабить единую Россию, триединную составляющую образующего его народа. То, что сейчас происходит, естественно, имеет и политический подтекст, потому что мы прекрасно знаем, что Украину пытаются усиленно затянуть в ассоциацию с Евросоюзом, не предлагая им ничего. Естественно, наши власти, президент не может смотреть равнодушно, как братскую страну, которая и так находится в тяжелейшем положении, затаскивает в тупик Евросоюза. Мы видели, что Греция, Кипр, недавно еще нормальные страны, особенно Кипра, через семь лет после Евросоюза оказались на грани банкротства. Просчитали наши эксперты, предлагают украинским политикам, государственным деятелям, я участвовал в нескольких форумах, еще раз рассмотреть все-таки возможность вхождения в таможенный союз с Россией, а не входить в ассоциацию с Евросоюзом. Почему? Потому что тогда их рынки уже будут для нас закрыты, через них пойдет дешевый товар, который будет, несмотря даже на ограничения ВТО, туда пойдет со стороны западных стран. И тогда это будет удар по нашим рынкам, мы это тоже не можем терпеть. И вот в какой-то степени даже, чтобы образумить тех политиков и даже тех олигархов украинских, которые тоже не хотят контроля единого государства, ну и единого государства, таможенных союза, скажем так, к единым правилам и стремятся на Запад, которые воздействуют на своего президента, на свое правительство, остановить и одуматься. Думать, прежде всего, о народе, а не своих личных шкурных интересах. Поэтому это, с одной стороны, какое-то определенное проявление нашего подхода, с тем, что, вот смотрите, мы вам предлагаем союз и предлагаем в рамках союза и другие цены на нефть, и на газ, и на энергоносители, преференции в рамках этого союза, или же добрый дядя на Западе, который манит пока морковкой, но ничего не предлагает взамен и предлагает только ослабить наши отношения. Вот я распринимаю это именно как такой жест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...